Приветствую вас на канале Бурмикс! С вами дядя Миша! Сегодня выпуск выходит при поддержке компании Багздрав, которая является многопрофильным производителем пробиотической продукции. Если честно, я до сих пор в раздумьях, какой же рецепт вам показать. Но давайте посмотрим, что нам прислал Багздрав и определимся. Так, традиционные закваски. Греческий йогурт, творог, ацедофилин, мацони, ряженка. Эти закваски можно использовать даже с магазинным молоком, пастеризованным или ультра пастеризованным. Также теперь у меня есть закваска для приготовления сметаны. Для сметаны нужны сливки. Каждая коробочка содержит по 5 пакетиков. Каждый вот такой стик вмещает закваску весом 3 грамма, рассчитанную от 1 до 5 литров молока. Ну а для сметаны от 1 до 5 литров сливок. Также мне прислали закваски для приготовления сыров. Эта закваска твердые сыры. С их помощью можно приготовить, например, пармезан. Сыры паста филата, это вытяжные сыры. Например, сулугуни или моцарелла. Мягкие и рассольные сыры. Сыры рекомендуется готовить из фермерского молока. Каждый стик содержит 3 грамма закваски, рассчитанной на 50 литров молока. Ну и как вы понимаете, нельзя приготовить хороший сыр без сычужного фермента. 3 грамма сычужного фермента сыр тоже рассчитаны на 50 литров молока. И это только малая часть того, что предлагает Бакздрав. Переходите на сайт компании, там есть все для производства сыра и не только. Есть даже косметика. А самое главное, что все натуральное и без генных модификаций. Доставка по всей России. А для зрителей моего канала есть еще и великолепнейший бонус. Скидка 10% по промокоду Бурмикс. Все ссылки в описании. Внимание, скидка действует только на продукцию Бакздрав. Ну а я в принципе уже и определился, что буду готовить сегодня. Я приготовлю сыр сулугуни. Это грузинский сыр, очень вкусный. Используется во многих рецептах. Вот ингредиенты. Готовим сыр. Так как рекомендуется использовать фермерское молоко, а оно не пастеризованное, его нужно обязательно пастеризовать. Для этого выливаем 3 литра фермерского молока в трехлитровую кастрюлю. На плите включаем средний огонь и постоянно помешивая доводим температуру молока до 74 градусов. Для этого обязательно используйте термометр. Затем выключаем плиту, накрываем крышкой и даем молоку постоять 30-40 секунд. Затем молоко убираем с плиты и сразу опускаем в холодную воду. Молоко нужно быстро остудить. Чем холоднее вода, тем быстрее произойдет этот процесс. Чтобы вода была холоднее, в неё можно положить лёд. Остужаем молоко до 30-32 градусов. Вот я остудил до 31. Извлекаем кастрюлю из воды и ставим обратно на плиту. Плиту не включаем. Так как во время пастеризации разрушается кальций, нам нужно его внести обратно в молоко. На 3 литра молока нам понадобится 1,5 грамма хлористого кальция. Разводим его в 20 миллилитрах холодной кипяченой воды. Для приготовления сулугуни я буду использовать закваску для вытяжных сыров. Сыры паста филата от компании Багздрав. В пакетике 3 грамма, но нам потребуется всего 0,2 грамма. Отмеряем и разводим в 20 миллилитрах молока. Теперь постоянно помешивая, вводим в молоко хлористый кальций. Перемешиваем около минуты. Затем вводим закваску, тоже постоянно перемешивая. Перемешиваем около двух минут, чтобы она хорошенько разошлась. Теперь накрываем кастрюлю крышкой и оставляем в покое на 30 минут для активации бактерий. Теперь чтобы получился сыр, нам нужно ввести в молоко сычужный фермент. Я использую сычужный фермент сыр от компании Багздрав. Нам потребуется 0,2 грамма. Разводим фермент в 20 миллилитрах кипяченой холодной воды. И при постоянном помешивании тонкой струйкой вводим фермент в молоко. Затем аккуратно перемешиваем около двух минут. Через две минуты шумовкой останавливаем движение молока. В начале крышка просто плавает по молоку. Через 10 минут аккуратненько пытаемся подвигать крышку. Крышка еще немного двигается. Значит процесс идет, все у нас нормально. У меня на образование сгустка ушло ровно 25 минут. Крышечка почти не двигается. Она прилипла к этому сгустку. Убираем ее из молока. А кастрюлю накрываем крышкой. Через 40 минут можно проверить сгусток на чистоту отделения сыворотки. Через 40 минут на моем ноже еще были крупинки творога. Поэтому я продолжал выдерживать и до чистоты отделения у меня ушло 1 час 15 минут. Делаем небольшой надрез на поверхности сгустка глубиной примерно 1-2 сантиметра. И сдвинув в сторону, смотрим на поверхность. Сыворотка в разрезе должна быть прозрачная. Сгусток плотным и упругим. Нож должен оставаться чистым. Без творожистых следов. Как только сгусток окончательно сформировался, нарезаем его на столбики со сторонами примерно 1-1,5 сантиметра. Когда разрезали, даем постоять 5 минут. Затем столбики разрезаем на кубики. Я это делаю вот такой изогнутой ложкой. Накрываем крышкой и выдерживаем еще 10 минут. В это время сырные кубики будут отдавать сыворотку, уплотняться и покроются тонкой пленкой. По истечении времени делаем один промес деревянной ложкой. Делаем это очень аккуратно. Ждем две минуты и начинаем аккуратно деревянной ложкой помешивать наши сырные кубики. Перемешиваем зерно ровно 20 минут. Одновременно включаем плиту, режим ниже среднего и доводим температуру до 37 градусов. Когда температура достигла 37 градусов, выключаем плиту и продолжаем вымешивать. Последние 5 минут вымешиваем более интенсивно. Ну и вот смотрите, такое зерно получается. Оно уже округлое и хорошо так уплотнилось. Кстати, если вы хотите простой вкусный домашний сыр, то на этом моменте можно остановиться. Разложить зерно по формам, выдержать около 6 часов, время от времени переворачивая сыр. Вот у меня вчера получился вот такой сыр. Вчера я использовал закваску мягкие рассольные сыры от компании Багздрав. Ну и давайте разрежем сыр и посмотрим, что там получилось. Он мягкий, очень вкусный. Для его формования я использовал вот такую сырную форму диаметром 11 сантиметров. Но сегодня я готовлю сулугуни, поэтому возвращаемся к плите. Сырное зерно я вымешивал 20 минут, затем подождал 5 минут, чтобы зерно опустилось на дно. Теперь нужно дать сырному зерну вызреть. Для этого перекладываем сырное зерно в дуршлаг. Из кастрюли убираем лишнюю сыворотку. Оставляем в кастрюле сыворотки ну миллилитров 500-600. Доводим температуру сыворотки до 40 градусов. Ставим над сывороткой дуршлаг с сырной массой. Накрываем крышкой и прогреваем сырную массу 30 минут. Каждые 10 минут убираем крышку и переворачиваем, чтобы сырная масса прогревалась равномерно. Через 30 минут на соседней плите разогреваем воду в ковше до 90 градусов. От сырной массы отделяем небольшой кусочек. Опускаем его в горячую воду на 20-40 секунд. Зависит от размера вашего кусочка. Потом пытаемся его растянуть. Сыр уже начал тянуться, значит процесс идёт. Но он сильно не растягивается и рвётся. Значит сырная масса ещё не дозрела. Опять накрываем крышкой и ждём дальше. Через полчаса опять проверяем. У меня уже прошло 3,5 часа и сыр у меня дозрел. Видите, как он тянется. Раз он растягивается более чем в 3 раза, значит можно переходить к следующему этапу. Разрезаем сырную массу на кубики со сторонами примерно 3 на 3 сантиметра. Кстати, на этом этапе уже сыр получается прикольнее. Его можно есть очень вкусно. Теперь нам понадобятся перчатки. Одни такие вот, вязаные, не знаю как они называются. И понадобятся резиновые перчатки, потому что мы будем работать в горячей воде. Нагреваем воду до 70 градусов. Отправляем туда сырные кубики. Немного помешаем, чтобы они прогрелись. И теперь начинаем их разминать. В принципе работаете как с тестом. Если тесто вдруг остыло и начало рваться, опять опускаем воду, прогреваем и вытягиваем вот таким образом. Складываем. Я же говорю, как с тестом работаем. Делаем вытягивание около двух минут, а затем формируем шар, подкатывая края вниз и в центр. Получается вот такой шарик. Теперь можете положить форму, чтобы придать ему красивый вид. Я же хочу, чтобы у меня сыр был невысокий. Такая вот сырная лепёшка. Потому я делаю вот таким образом и выкладываю просто на тарелку. Ждём полного остывания сыра. Кстати, сколько у нас получилось сулугуни из трёх литров молока. Взвешиваем. Получилось 369 граммов из трёх литров молока. Я думаю неплохо. Когда сыр полностью остынет, перекладываем его в 18-процентный солевой раствор. Для этого в литр холодной кипяченой воды всыпаем 180 граммов соли, разводим и потом в этот раствор погружаем сыр. Чем дольше сыр лежит в этом растворе, тем сыр будет более солёный. Убираем сыр в растворе в холодильник. У меня прошло 4 часа. Извлекаем сыр из рассола. Вот такой он симпатичный получился. Обсушиваем бумажными полотенцами. Ну и давайте посмотрим, что же у нас получился за сыр. Режется замечательно, он не резиновый, он получился как настоящий хороший сулугуни. Готовьте с этим сыром хачапури, осетинские пироги, пиццу, бутерброды горячие. Результат вас обязательно порадует. Не забывайте, по промокоду БУРМИКС вы можете получить скидку 10 процентов на продукцию БАК-ЗДРАФ. Ссылки в описании. Друзья, готовьте сыр, готовьте разные блюда и радуйте своих родных и близких вкусняхами и полезностями. А я пока с вами прощаюсь до новых вкусных рецептов. Пока! БУРМИКС